Новая жилищная политика имеет свои принципиальные особенности. Как рассказал заместитель Акима области Дархан Тадыбалды, программа направлена на повышение доступности жилья широким слоям населения. Так, благодаря Нурлы Жер, ботека должна стать более доступной. Предполагается субсидировать ставки вознаграждения банков не выше 17% годовых, где 7% в рамках программы будут покрываться путем распределения субсидий. В итоге конечному заемщику будет предоставлен кредит сроком на 15 лет по 10%. Пороговая сумма кредитования 15 миллионов тенгет. Обязательными условиями для участия заемщика в программе является наличие средств на счете заемщика в размере от 30% от стоимости приобретаемого жилья. Что-то похожее по размерам. Крыша немножко другая у нас. А так, в принципе, да, и санузел. Построить свой собственный дом нынче недешево, и Саида Турсуметова знает это не понаслышке. Два года назад Саида со своей семьей решили, что пора расширяться. И несмотря на то, что новый год дом практически достроен, Саида вновь и вновь рассматривает проекты домов. Стояли в очереди на получение участка. Участок получили. Правда, такой, что теперь не знаем, что с ним делать. Потому что на нем каждый год кто-то сажается в флор. То есть у меня участок как бы есть, но его нет. Ну и когда поняла, что дети растут, время уходит, а строить надо, пришлось уже там, на том же самом участке, где стоит домик родительский, строить новый дом. Что нравится в том, в той программе, которая сейчас? Прежде всего то, что людям уже дадут АПЗ на руки. То есть им не нужно бегать, вот как мне. Мы целый год до начала строительства думали, что это будет, как это будет. Со всеми советовались, туда обращались, сюда обращались, пока наконец пришли к единому знаменателю. Опять же, это АПЗ, это стоит денег. Это нужно идти, за него платить, чтобы тебе сделали этот проект. А у людей, получается, государство это все сделает. Программа Нурлэжер также включает в себя строительство индивидуальных домов. Гражданам будут предоставляться не только земельные участки, но и проекты малоэтажных жилых домов. Заместитель Акима рассказал и о других новых проектах, которые в течение пяти лет будут реализованы в нашей области. В 2018 году в области предполагается реализация двух пилотных проектов. Первый из них будет осуществлен в микрорайоне Бозары, где на территории в 74 гектара построят 293 частных жилых дома. А второй проект осуществляют в жилом массиве Тасай. Согласно плану, на 180 гектарах возведут 1050 частных жилых домов. С этого года объем строительных работ в Южно-Казахстанской области увеличится на 10%. Ежегодно до 2021 года планируется вводить в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. Предполагается, что через 4 года жильем будет обеспечено более 47 тысяч семей.